Ой, что творится, что творится? Алло, Фил Спенсер? Я там чу, у вас белорусов бежают на миксеры. Да, а вот тебе загадка. Сколько бульбы можно запихнуть у вице-президента Майкросолд? Не, не фры, у мундиры. 20. Шо, агент Красный Воробей? 20 картошин в мундире можно запихать в вице-президента Майкросолд. Судовно. О, звонить знов. Алло, Фил, закрываешь миксер? Понравилась бульба? Ну, ты еще звони. Напихаем от души. А как думаете, агент Красный Воробей, а кольки бульбы можно напихать у стримера с уже закрытого миксера? Сейчас проверим. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и что стоит сказать. Мы опять были правы. Как всегда, несмотря на то, что многие компании на нас обижаются, несмотря на то, что к нам периодически приходят письма, да как вы смели, да вы душители свобод, да вы душители прогресса в первую очередь, так нельзя. Но в итоге наша аналитика, как правило, оказывается совершенно справедливой. И спустя несколько месяцев или лет она сбывается. Что произошло? Компания Майкрософт закрыла стриминговый сервис Миксер. Почему она это сделала? Потому что не видит в нем никакой перспективы и не видит возможностей для его роста. А что мы говорили несколько месяцев назад? Говорили... Это у вас получится. То же самое, для примера, 8 месяцев назад, когда стало известно, 8 или я не помню точно, да, короче в прошлом году, когда стало известно, что они начали перекупать стримеров, когда они выкупили Ниндзю, суперстримера, когда они выкупили не менее уважаемого стримера Шрауда, который стримит не Фортнайт, а другие киберспортивные больше шутеры, когда они начали это делать и когда начали в сеть проскакивать слухи по поводу того, сколько миллионов долларов этим стримерам платили... Да, там в месяц десятках миллионов долларов шло. Я говорил, мы говорили, что это идиотизм. Это не поможет, это не спасет. Вам люди на Твиче за это спасибо скажут. Естественно, те стримеры, которые там останутся. Потому что вот убираешь одного мастодонта, на его место сразу приходят другие. Почувствовала ли аудитория Фортнайт на Твиче, ну именно в плане количества стримеров, падение после того, как Ниндзю ушел на миксер? Нет. Сколько-нибудь просел Твич после того, как ушли топовые стримеры? Нет. Более того, когда аналитики начали считать именно количество просмотров, то за аналогичное время, это уже после того, как стримеры ушли на миксер, за одно и то же время миксер подрос там на 0,4%, если я правильно помню, а Твич за это же время подрос на 2,4%. Опять же, я могу тут в долях ошибаться, но цифры примерно эти же. То есть, Майкрософт повела себя так же, как ей, наверное, советовали эффективные, мать его, так, менеджеры. Та самая плеяда людей, которые ничего не смыслят, как правило, в поведении людей, которые задвигают какие-то сумасшедшие идеи и думают, что эти сумасшедшие идеи позволят. А давайте мы сделаем так, ведь народ пойдет, ведь народ приходит на Твич смотреть на людей. Нет, это не то, что сервис удобный, не потому, что он популярный, они приходят смотреть на людей. Давайте мы перекупим этих людей, и все сразу к нам пойдут. Все пойдут на миксер. Проблемка в том, что этих людей, стримеров, я имею в виду, как грязи. Каждый сейчас хочет стать стримером, потому что это, ну, если ты раскрутишься, ну, я имею в виду, да, из геймеров, да, для того, чтобы, вот, я геймер, это теперь моя профессия. Если ты раскрутишься, если ты соберешь огромное количество фолловеров, вот, то ты уже можешь заявлять о себе, как на самом деле о таком очень крутом бизнесмене, поскольку отдельные стримы, если к себе будут обращаться представители разных компаний, постримьте нас, пожалуйста, ты им будешь называть такие суммы, которые в другом месте ты со своим талантом, как правило, ничтожным, заработать не сможешь никогда в жизни. Вот. Гандам, по-моему, как-то рассказывал про девчонку, которая в откровенном наряде танцевала под джаз-дэнс, заработала, по-моему, 200 тысяч долларов на дом. Ну, или пыталась заработать 200 тысяч долларов. Если бы она танцевала в стриптиз-баре, уверяю вас, она бы таких денег никогда не заработала. Она, может, да, может, и заработала бы. У нее была бы трудовая книжка, возможно, если им дают, не знаю. Вот. Тут надо у специалистов спрашивать. Но, тем не менее, Twitch – это уникальное мероприятие, уникальное предприятие, которое позволяет тебе собирать людей, ну, более-менее твоих единомышленников, они на тебя смотрят, а потом начинается соревнование такое в тщеславе. Кто кого перегонит, кто больше задонатит, обрати внимание на меня. Да, и, собственно, главный момент, когда Microsoft начала перекупать стримеров, что я не понимал и сейчас не понимаю, это то, что, окей, есть фанаты ниндзи. Они пойдут на миксер смотреть на ниндзю, на шрауда, на всех остальных. Но если им нужно еще что-то, на миксере больше ничего нету, или там есть какие-то не очень, не столь популярные, как ниндзя и шрауда стримеры, они пойдут обратно на Twitch. Им деваться некуда. Здесь ситуация такая, что как бы то, что ты пытаешься привязать пользователей к миксеру, это не как консоль, когда ты покупаешь устройство и под него конкретно уже подгоняешь контент. Это сервис на платформе, где есть точно такой же сервис, который больше, популярнее и куча людей туда идет просто потому, что он популярен. Просто потому, что там огромная аудитория на Twitch. Там дебильная политика может быть. Там может быть девочка-олень в каком-то этом самом, в руководстве, которая отвечает за правила поведения или не знаю, в каком она там комитете была. Но вот это может быть девочка-олень. Но это огромная площадка. Туда люди идут. Ты там можешь попасть в тренды. Ты там можешь попасть как-то в выбиться. Тебя могут рестримить и так далее, и так далее, и так далее. Миксер у него, да, ей был такой эффект, что, дескать, никого нету, поэтому ты можешь стать первым парнем на деревне. Ну, на тебя будут смотреть 3,5 курицы, ну, в смысле... Ну, в итоге это ты приезжаешь в условную деревню, в которую ты приехал, ты первый парень, только проблема в том, что больше никого рядом с тобой нету, и посетителей тоже, соответственно, нету. Ну, перед тёлками и курицами можешь выступить? Ну, в смысле, перед животными в данном случае, конкретно имею в виду, без аналогов. Между коровами. Да. Перед коровами. Перед коровами и тёлками. Какая разница, что... И кобылами. Да, говорит, тёлками, кобылами и курицами, короче. Можешь выступить, замечательно. Окей, всё будет хорошо, да. Но, боюсь, толку от этого будет немного. А на Твиче, да, там люди, там толпа, там уже интереснее, там уже проще будет кого-нибудь тебе выцепить. Поэтому, когда Майкрософт вот эту вот перекупку начала, я, по-моему, я отмечал, что это не Спенсера, это не в духе Спенсера. Это именно что, политика какого-то метриковского, вот этого вот бреда. Это политика позднего Гейтса и Баумера. Это, ну, даже не Спенсера, это не политика не столько Спенсера, сколько это не политика Сатья Наделлы. Это не политика, которая свойственна сейчас и подразделению Xbox. Потому что во времена позднего Гейтса и Баумера компания Майкрософт любила вот именно со всеми конкурировать. Помните, как они убивали iPod, как они убивали iPhone, как они убивали iPad, как они убивали Mac OS. Как они убили Nokia, пытаясь убить iPhone. Да, и каждый раз, когда они пытались кого-то убить, они себе по ногам бах-бах-бах. В том числе Windows удосталось, который они начали перелопачивать. Виндус Виста, я о ней сейчас вспоминаю исключительно с ностальгией. Потому что Windows Виста, да, она тормозила, она была неуклюжая, она была тяжеловесная. В ней были пришиты фишки, которые на самом деле тебе не были нужны, но тебя заставляли силком пересаживаться. В данном случае, все мы помним Halo 2. Все покупайте Windows Виста, если хотите увидеть Гадрейс в Крайзисе, покупайте Windows Виста. Или не файл покупать. Да, да, да. Они убили это и Windows Виста, по-моему, именно тогда, это звуковой ЯКС. Да. И у нас пропал трехмерный звук. Спасибо, компания Кресив сказала. Такая, спасибо тебе, компания Майкрософт. После этого, конечно, Windows Виста, это скандальная операционная система, но с ней, по крайней мере, можно было работать, как с предыдущими. Но потом был Windows 8. И вот к Windows 8 уже были вопросы. Большие вопросы, вот эти плиточки, которые... Нет, потом была Windows 7 хорошая. Ну, да, да, да. Я говорю, что потом была Windows 7, слава богу. То есть переосмыслили. Потом была Windows 8, всеми ненависты. Потом 8.1. И потом все, наконец-то пришли к Windows 10. И Windows 10, опять же, это не та система, которая сразу строилась. Она вот вышла десятка, которая была как бы восьмерка, но такая немножко другая. Потом они дорабатывались. С каждым апдейтом она становится все лучше, лучше и лучше. Ну, на мой персональный взгляд, как пользователя, который уже несколько... У меня Windows 10 каких-то претензий. Да, который несколько лет на ней сидит. Так вот, ситуация с покупками стримеров. Она напоминала именно вот дурную эту попытку Microsoft попытаться деньгами завалить куда более мощного конкурента. Миксик теоретически мог как-то выстрелить, мог как-то подняться. Но для этого должно было случиться нечто такое, что случилось на консольном рынке. На самом деле, если бы не поехавший, в плохом смысле слова, кутораги, Microsoft на консольном рынке могло и не быть. Потому что Microsoft ввалила огромные деньги в первые Xbox. Это как раз тот период, когда мы всех сейчас убьем. И Sony убьем. И Sony убьем на консольном рынке. Потом они попытались удачно очень за счет команды Mura и других людей, которые Xbox 360 запускали, выстрелить. Но если бы Sony не облажалась, возможно, Microsoft бы сказала, что хрен с ним. Xbox 360 не факт, чтобы взлетел, потому что в Xbox были вложены миллиарды долларов. В том числе, по-моему, они пару миллиардов потратили просто на то, чтобы заменить Xbox, которые горели. Знамениты три красных огня смерти. Там очень серьезные были вложения. И проект Xbox, он не то чтобы был сильно, по-моему, прибыльным даже. Там, если какие-то общие цифры посчитать, не так-то в пользу Microsoft-то не буду. Так вот, если бы Twitch действительно как-то эпично лажанулся, что маловероятно, несмотря на девочек колени. Ну, допустим, они вводят какую-нибудь дурацкую совершенно политику. И стремить себе на них невозможно. Ограничение на количество денег. Например, они забирают себе все 50% от заработанного. Да, то есть это что? Ну, то есть превращаются в такой, мы монополисты, мы могем, соответственно, давайте все на колени перед нами. Да, то есть они должны были как-то прямо эпично сложать, чтобы миксер такой, опа. Вот, а поскольку Twitch спокойно развивается, с кучей особенностей, но развивается. Миксер ничего не может предложить конкурентную, какой-то конкурентный аналог. Ну, кроме того, что у нас ниндзи, замечательно. Окей. А на Twitch вот эти вот девчонки... А на Twitch миллион этих ниндзи. Да, да, да. То есть кто такой ниндзя? Ну, просто очень яркий персонаж, который хорошо играет в Fortnite. Там, куда ни плюнь, все хорошо играют в Fortnite. Все у них хорошо, поэтому люди приходят, смотрят, ну какая разница? Ну, в синие волосы перекраситься может фактически, наверное, любой, да? Вот. Я не могу. Ну, почему? Это не стиль. Почему ты? Некрасиво. Некрасиво. Ты так и хочешь поговорить о стиле с Артемием Лебедевым? Не надо. Ты таки хочешь высказать ему свое мнение? Я просто говорю, как я себя вижу, я себя синими волосами не вижу. А я тебя представляю иногда с синими волосами. Я даже не хочу думать, как ты меня представляешь с синими волосами, но ты можешь представлять меня как хочешь, я здесь не против. Так вот, насчет Спенсера, и почему я считал, что это не в стиле Спенсера. Когда Xbox One в частую проиграл по продаже консолям компании Sony и PlayStation 4, Спенсер не начал пытаться вот это все быстро залить деньгами. Он начал предлагать альтернативу, принципиально другой подход, другую ставку. Microsoft начала разыгрывать очень долгосрочную перспективу с переходом на подписочный сервис Xbox Game Pass. С попыткой выдвинуть его в авангард. С попыткой сделать так, чтобы консоль Xbox была не фундаментом всей вот этой вот пирамиды Microsoft игровой, а надстройкой, ближе к вершине. А в фундаменте лежали сервисы. При Спенсере Microsoft грамотно вышла на рынок ПК, вместо того, чтобы там только на Vista, только в нашем магазине, только с платным мультиплеером. Нет, вот тебе Game Pass, вот тебе игры в Steam по очень выгодным региональным ценам, кстати. Да. Хочешь там Gears 5, ну ты что, блин, а что ли стоило на старте в России? Пожалуйста. Хочешь в Game Pass, не вопрос. Альтернатива, выбор, другой подход. А здесь вот в миксере мы видели именно, что бабло, бабло, бабло. Поэтому, когда Microsoft начала это делать, такой, не-не-не-не, это не в духе Спенса. И вряд ли это долго продлится. И долго оно не продлилось. И в довершении этому, то есть, по сути, мы были правы, мы были правы во всем, о чем мы тогда говорили. А здесь стоит продолжить эту тему Epic Games 100, да? Аналогия, кстати, напрашивает. Очень хорошая аналогия. Дело в том, что компания Epic Games тоже в этом году и, в общем-то, в прошлом предпринимала ряд достаточно странных именно действий, которые были направлены на максимальное увеличение аудитории, на привлечение разработчиков. Но как она это делала? Разработчиков она перекупала. И эта система не сработала. Потому что, когда ты перекупаешь одних разработчиков, да, другие тоже хотят, чтобы их перекупили. Чтобы им компенсировали, да, с риски перехода со Steam на EGS. Соответственно, тут уже, когда столкнулись с тем, что, блин, а что это у нас люди сами к нам не приходят? У нас же 12%, потому что не приходят, все ждут от вас выгодного предложения. Чемоданчик. Да, выгодный чемоданчик. Следующий момент. В этом году они начали предпринимать совершенно уже странные вещи. И, честно говоря, меня это очень сильно веселит. Потому что они в прошлом году начали бесплатно раздавать игры. Огромное количество игр уже раздали. В том, некоторые игры уже по два раза начинают раздавать. Ну, когда нечего, заглушка нужна. Но в этом году они пошли на совсем уже решительный шаг, потому что начали раздавать не что-нибудь, а GTA V. Вау. Вот. И сервис даже упал на некоторое время, потому что не справлялся с количеством запросов. Они еще Borderlands раздавали, Цивилизацию 6. То есть они вот в рамках вот этой вот мероприятия The Wall, так называемого, которая проходила параллельно с Epic Mega Sale, они раздавали трипл-игры. И после завершения вот Epic Games отчиталось о рекордных показателях. Средне статистическое, среднемесячное количество активных пользователей, по-моему, 61 миллион. Средний пиковый показатель 13 миллионов. Да, но при этом с чем ассоциируется компания Epic Games, ну, точнее, Epic Games 100? С продажей, с магазином? Нет. Халявы. С источником халявы. Дело в том, что я, ну, поскольку каждый день выкладываю ролики, да, у меня есть специальная программуличка, которая позволяет подгребать теги быстренько, которые похожи на то, что ты вводишь. Вот ты вводишь, например, тег EGS, Epic Games 100, и похожие теги, которые с ним ассоциируются, которые часто с ним встречаются в других роликах. Знаете, что он выводит? Халява. Игры на халяву. Халявные игры. Школьники в восторге. Люди, которые не хотят тратиться на игры, в экстазе. Они заходят в EGS каждую неделю, они там регистрируются, они забирают одну копию, две копии, четыре копии. Библиотека в 300 игр. Да, да, да. У моего сына огромнейшая библиотека игр, которую он получил на халяву, ни капли, ничего за это не заплатив. Но говорит ли это о том, что этот магазин популярен? Как магазин. Как магазин. В первую очередь. Как конкурент Steam. Да, потому что, с одной стороны, можно заявить о том, что вот, посмотрите, какая у нас аудитория. Когда они запускали этот магазин, они тоже говорили, посмотрите, у нас вся аудитория Fortnite. Все придут к нам, да. Все игроки Fortnite придут к нам. Как-то не пришли. Пришлось перекупать эксклюзивы. Сейчас они пытаются гонять аудиторию, чтобы, вот, посмотрите, сколько у нас людей. Теперь у нас аудитория Fortnite, аудитория GTA, аудитория цивилизации. Скоро к нам подтянутся Total War. Блин, да вообще. Раздаем. Да, да, да. Все будем раздавать. И, кстати, Total War тоже, они трое будут раздавать. Кстати, вот эту вот акцию запустили, что Total War трое в первый день релиза будет бесплатно. То есть, они будут раздавать бесплатно новые игры. Новые игры. То есть, здесь, на самом деле, то, что Epic Games продолжает раздавать игры, то, что Epic Games делает явную ставку на раздачу, говорит о том, что в прямом столкновении по продажам со Steam дела у сервиса идут не очень. То же самое, как прямая аналогия с миксером. Ты хочешь смотреть Ниндзю? Окей, я пойду на миксер. Я посмотрю Ниндзю. Там нету Ниндзи, нету на Твиче. Так вот здесь вот с Epic Games, окей, их там какой-нибудь игрушки нету в Steam, да, я пойду в Epic Games, если я хочу в нее поиграть. Но если у меня есть выбор, если у меня есть альтернатива, то с вероятностью 90% я и среднестатистический пользователь, у которой и Steam активно пользуются, допустим, и EGS, пойдет в Steam. Со всеми его возможностями, с куда более рапширной библиотекой купленных игр, на которые потрачены были деньги, с уже достижениями, там, возможно, еще чем-нибудь. Он, скорее всего, пойдет в Steam. Мы уже сравнивали эту ситуацию. Jedi Fallen Order, которая одновременно вышла во всех сервисах, отлично пошла в Steam. В списках продаваемых игр Epic Games Store ее не было видно, хотя там был виден гусь. Гусь! Вот, так что все хорошо. И, собственно, кстати, игры, которые выходят в Steam, если разработчики уж совсем берега не путают, то они в целом позитивно принимаются. Satisfactory вот недавно запустилась в Steam. Нормально вроде все прошло. Hates вышел в Steam, тоже все хорошо. Поэтому, да, и EGS, он так и остается такой. Геленкин, что там? Чемоданчик, говоришь? Чемоданчик, да-да-да. А у нас проект есть, да. Так вы их пускаете. Ждем, ждем, ждем. Или выпускают везде. Ну, вот вы мне же говорите, когда везде Epic Games, он проседает. Поэтому вот эта вот халява, вот эта вот накачка с аккаунтами, активными пользователями, чтобы показать вот это вот все. Посмотрите, мы... Мне просто интересно узнать, чем все это закончится в итоге. Потому что эту картину, это второй год, по сути, сейчас идет, да? Вот, мы второй год наслаждаемся этим процессом. Как туда вкидывают деньги. И, да, как туда лопаты. По-моему, в этом году они начали, вот уже экскаватором туда эти деньги начали вбрасывать. Потому что я боюсь себе представить даже, сколько компания Тейкту запросила вот за такой уровень поддержки. Конечно, точно. Компания Тейкту, это не та компания, которая... Слушай, компания Тейкту... Давайте мы вместе изменим игровую индустрию. Давайте мы сделаем ПК лучше. Это не та компания Тейкту, которая не будет выпускать мафию, ремейк первой мафии, одновременно в Steam и в EGS. В EGS игра чуть позже появится. Это очень странно. Поэтому, да. Поэтому за этим очень интересно будет наблюдать. Ну, а пока, да. Пока мы мирно сидим на берегу, делаем свои подкастики и смотрим за проплывающим мимо трупом миксер. И, кстати, люди, которые согласились, Шрауд, Ниндзя и другие блогеры, которые согласились на эксклюзивные соглашения, в итоге оказались в дамках. Потому что соглашение продлилось меньше года. Меньше года, кстати, да. Соглашение продлилось меньше года. Они получали десятки, ну, по слухам, миллионов долларов. И сейчас могут идти куда угодно. Возвращаться в Twitch, пробовать себя на YouTube. Ну, на YouTube у них, на самом деле, все хорошо. У них отдельные каналы, куда они свои стримы выкладывают. Да, на немецкий стрим. Да, поэтому все у ребят хорошо. Они пропиарились за счет этого, они получили свои деньги и сейчас заново продолжают. А компания Microsoft, очередной крестик, не шмогла. Ну, я думаю, что я, кстати, не удивлюсь, если к решению закрыть миксер имел отношение лично с Пенсом. Потому что это явно не вписывается в современную политику Microsoft с акцентом на общей доступности, на сервисности, на попытке как-то влезть с кем-то объединиться. Собственно, Microsoft объединяется с YouTube, не с YouTube, Microsoft объединяется с Facebook. Facebook Gaming. Ну, почему бы и нет? Так, объединение, они просто перебрасывают туда вот этот вот бизнес. Ну, остатки. Я думаю, даже, знаешь, это не это самое, не объединение, просто продают технологию, не знаю, что угодно, просто продают, заберите, все. Мы с этим больше не хотим иметь дело. Нам это надоело, ну, очевидно. Потому что у миксера классная технология была. Ее же купили, потому что это классная технология. Да, там были интересные решения, но... Ну, опять же, здесь именно столкновение, как если бы Microsoft такая, мы уничтожим YouTube. Мы запускаем свой YouTube, действительно. Микротур. Да, сейчас у вас все получится. Google убили, ну, поисковый сервис имеется в виду, да? Да, Bing, ой, Bang. Bing. GunBank это немножко другое. Да, да, да. А, это просто шутка. На другом сайте. Это просто шутка была, что надо было называть сервис не Bing, а Bang. I just bang Emma Watson, например. Было бы, они бы убили нахрен этот Google. Да, то есть Microsoft пыталась убить Google, пыталась убить Apple, как известные Google и Apple. Ну, нет, ну, сейчас она пытается убить Sony, поэтому посмотрим. Ну, понимаешь, они же убивают Sony не прямым, так сказать, давлением в плане, давайте мы сейчас их зальем деньгами и эксклюзивом. Они говорят, сервис, подписывайся на Game Pass, вот тебе так, вот тебе так. Да, собственно, на консольном рынке многие отмечают, что мы наблюдаем конфликт идеологий. Очень интересное противостояние, нетрадиционное два поколения смотреть. И вот это поколение, кстати, следующее поколение, оно покажет, кто был прав, потому что, с одной стороны, Microsoft, который пытается превратить консоли в ПК, ну, условно, да, то есть, чтобы... Да, исчезло само понятие поколения, чтобы вот максимально плавный переход, чтобы ты в истерике не бегал, боже мой, если у меня старая консоль, теперь-то я все игры пропускаю, да. Вот, они пытаются это сделать, они спокойненько чувствуют себя, выпуская игры на PC в том числе, ну, а компания Sony, эксклюзивы, эксклюзивы, посмотрим, к чему это приведет. Но, в принципе, об этом мы уже высказывались, вот, многие люди говорят, что мы Sony-хейтеры, но, вот, другие люди восхищенно смотрят и говорят, что мы очень крутые аналитики, в первую очередь. Они предсказали смерть миксера, да, да, да. Это просто, опять же, это не имеет отношения к определенным недавним событиям, так, просто совпадение. Просто совпадение, хотя... Нет, совпадение. Совпадение, ладно. Сделаем вид, что совпадение, хорошо. А то еще нашу секретную конфу спалим. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео понравилось, можете поставить ему лайк, подписаться на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме и на Яндекс.Дзене. Ну, и, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Патреон, а мы вам за поддержку скажем огромнейшее спасибо. Пока. Блях, ты еще соски потереби свои. Смотрите, отвратительно. Ну, что это, Миша, блин? Сексуальные какие-то позывы. У нас только 3% девушек. 3% вот поэтому как раз таки смотрят и в ужасе убегают. Потом, после твоих откровений о том, что ты любишь, понятно, так все, понятно, не мое. Эта ягодка не для меня созрела, пусть ее срывает кто-нибудь другой, разворачиваются и уходят. Не отпугивай людей, елки-палки. Хотя есть некоторые извращенки, которые ходят смотреть исключительно на тебя. Что они нашли вообще, я не понимаю. Нормально. Точка роста. Точка роста. Находят приятным, что тебя можно упаковать в сумочку и спокойно переходить через границу, да? Угу. Сэкономить на билете. Да, удобно путешествовать. Действительно. Так, ну что, аналитик всея Руси. Начнем? Да, давай. Беларусь, это же тоже Русь, да? Да. Вот, причем центральная ее часть, важная. Давай, я бы сказал. Ну, да, там это провинция московская. Что там в провинции происходит? Ну, давай выясним. Да, давай. Так, раз, два, три. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Подожди, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Водичку достой. Да, раз, два, три. Раз, два, три. Водички. Опять будешь хлебать? Тогда открой сразу. О. Богатым будешь. Че это? Ну, как сок называется? Не говори реклама, все. Так. Ищите меня в это самое. В соке. Да, 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 да. Так, раз, два, три.